Я говорю. Интервью с участниками Олимпиады студентов «Я профессионал», где мы разговариваем на серьезные и не очень темы. Что тебя мотивирует участвовать в Олимпиаде? Так, вообще получается, я об Олимпиаде узнал года три назад. Типа первый год я пропустил, я записался, было много как бы, не знаю, то ли дел, то ли еще чего, я просто забыл как бы. Когда вспомнил, было уже поздно. А вот потом, получается, год назад, то есть 19-20 год, я записался на 10 направлений, что ли, там были разные, уже даже не вспомню, какие они были все. Вот прошел финал, получается, по нескольким из них. Это как раз бизнес-информатика, менеджмент, управление персоналом. И вообще, наверное, такой основной мотивацией к участию было просто попробовать себя, не знаю, получить какие-то, может, там бонусы, поучаствовать, хотя просто время провести интересно. Ну и потом уже как бы не думал, что выйду в финал, а когда вышел, получилось как бы такое необычное испытание. Ты карьероориентирован? Ну, скорее, да, как бы. Вот у меня пока нет такой четкой цели, так скажем. Это вот возможно будет либо карьера в какой-то компании, пускай даже не самой большой, а просто перспективной, интересной, чтобы была возможность роста. Либо это свой бизнес, но опять же, начинать бизнес, я думаю, стоит все-таки после какого-то такого профессионального опыта. То есть у меня вот есть опыт стажировки в МТС, в Томсном филиале, в отделе маркетинга. То есть я вот два месяца, как раз вот летом, во время пандемии, катался как бы в офис. Это был, ну, такая, не знаю, глоток свежего воздуха, что ли, потому что как раз вот уже почти полгода сидели на дистанционке, то есть никаких движений, считай, таких особых не было, все лекции, все семинары были в дистанционном, дома, у компьютера. И вот когда появилась возможность кататься, пускай пять дней в неделю, каждый день, казалось бы, что здесь может быть приятного, да, в забитых автобусах переполненных, но это было, это было как бы интересно, это было полезно. По карьерной лестнице проще продвигаться профессионалу или человеку со связями? И то, и то полезно на самом деле, но если ты профессионал, то связи появляются сами с собой. Вот опять же, вот эти все форумы от «Я профессионал», сеть Олимпиады, знакомство с участниками, аналогичный проект от «России страна возможностей», типа тот же «Кубок управляй», «Лидер России», как раз трек студента появился в этом году. Как бы они же дают связи, пускай даже не с людьми, которые сейчас занимают какие-то позиции, а с людьми, которые в будущем эти позиции будут занимать, с большей долей вероятности. Ты любопытный? Любопытство? Вот, возможно, как раз первостепенную роль в участии в форумах как раз играл любопытство. То есть мне, в первую очередь, было интересно посмотреть на себя, что вообще я могу, что это за Олимпиада и как бы чего здесь можно достичь, что можно получить от этой Олимпиады. Чем это может быть полезно? То есть, опять же, так же и «Кубок управляй». То есть, смогу ли я пройти в финал, в полуфинал, чего я добьюсь во всем этом? Где ты черпаешь новую информацию? Ну, опять же, конечно, да, не стоит забывать про Олимпиаду. Как раз такой, как бы, не знаю, двигающий фактор, источник получения новых знаний. То есть, пока ты все это пишешь, там, не знаю, проходишь, потом вспоминаешь эти задания, ищешь ответы какие-то. Ну, новости, само собой, ежедневно. Ну, как бы, общение, опять же, с ребятами из вуза, с ребятами из форумов, типа, вот, с зимних школ, там, с какими-то ребятами продолжаем общаться до сих пор. То есть, тоже какие-то такие моменты интересные происходят. Ты веришь в предназначение? Ну, предназначение, судьба, как бы, это все такие вещи. То есть, мы не можем сказать, как бы, есть ли они на самом деле. То есть, возможно, что-то такое есть. Но, опять же, если говорить о том, что мы сами делаем свою судьбу, то, может быть, это и есть наша судьба, все наши выборы, которые мы делаем. Возможно, они заранее уже были тем-то предопределены, предназначены, так скажем. Поэтому, скорее верю, чем не верю. Твой любимый праздник? Новый год. Как бы, Новый год, такой праздник, обычно, и он заметный. Ты задолго до Нового года понимаешь, что сейчас будет праздник. И после него тоже. То есть, как бы, это, наверное, один из немногих праздников, где ты можешь просто отдохнуть, не знаю, забыть обо всем, о работе, об учебе, обо всем остальном. И просто, как бы, насладиться жизнью, общением. Какие выводы сделал на данном этапе своей жизни? Так, наверное, мудрость одних из последних дней. Как бы, это не стоит на что-то надеяться, потому что что-то может измениться и пойти совсем в другом русле. Но не обязательно это будет хуже. То есть, ты предполагаешь одно, но идет совсем другое. И этот другой может быть намного лучше, намного интереснее того, что предполагал ты. Хотя, в первую очередь, будет казаться, что что-то идет не так, что что-то происходит в негативном ключе. Но потом, спустя время или даже прямо в процессе, ты осознаешь, что, как бы, этот такой процесс, который, ну, он идет, он уже идет. Ты не можешь его изменить. И вспоминаешь потом о нем, как бы, с этими положительными, с яркими, классными эмоциями. Ну, так абстрактно получилось, но вот такая небольшая мудрость, не мудрость, не знаю, жизненный опыт. Что дает платформа «Россия» страна возможностей? Так, вот, кажется, получать «Россия» страна возможностей, она на самом деле дает для студентов прям много таких, не знаю, перспектив, возможностей, которые… Вот так и называется «Россия» страна возможностей – ключевое слово из ложного названия. То есть, ты участвуешь, ты получаешь взамен намного больше, чем ты вкладываешь. Это и поездки, и знакомства, и общения, и знания, и знакомства, и те же самые связи, о которых мы уже говорили. И, само собой, это, ну, не такой социальный лифт, самый, наверное, доступный для студентов, когда ты можешь, не знаю, просто поучаствовать в Олимпиаде, заняв какое-то место, там, призерство, победив, не знаю, став медалистом, платить даже за это деньги, ты можешь просто поступить в любой вуз России. То есть, условно, живешь в каком-нибудь Томске, как я, и поступаешь в Москву, в Питер, в принципе, в любой интересующий тебя вуз. Продолжение следует...